Если посмотреть на наше ЖКХ, мы все живем в стране, которую Варламов описывает. У нас все элитные дома какие-то, там, детские площадки. Я придумал еще одну охотную схему. Делаешь квитанции, типа, супер важно, блядь. Последний шанс оплаты, иначе отберем телевизор там. Так так и делают. Ты просто, видимо, ты всегда, видимо, вовремя плачешь. Я вот как всегда стараюсь... Не-не-не-не, ты ничего не представляешь. Ты просто пишешь, блядь, что... Ну, представляешься каким-то там ХКЖ, ЖКХ, и, типа, вывоз собачьего кала, блядь. Фольшивые квитанции, типа. Конечно, и просто вкидываешь. Типа, если вы не заплатите, то собаки будут срать, блядь, вам под дверь. Они посадят. У вас долг 500 тысяч уже на вывоз собачьего кала. Но ты же не в биткоинах будешь просить деньги. Репизиты будут на бомжа, на бомжа. Который будет за тебя сидеть. Не, я бы так сказал. Не, я шучу, естественно, не вздумайте такой хуйнёй заниматься. Есть два пути, если вас школа заебала. Если для вас не западло незнакомого человека отпиздить, идите в Росгвардию. Если для вас не западло незнакомого человека наебать, идите в строительство. Вот, мне кажется, отличное как бы... Если вам не западло выебать себя, идите в вебкам. Да! Это, кстати, вот три ветки у вас есть. И школы, образование ни в одной из них. Я настолько удивлён тому, что у меня реально есть знакомый, который не работал ни дня. Но он знаешь, как хуйнёй занимается? Он бустит аккаунты в онлайновых играх, блядь. Формит, блядь, голду в какой-то ММО и проходит квесты в Destiny для тех, у кого... Ну, типа, нету... Рук нет, блядь! Ну, я не хотел грубо говорить, но, типа... Потому что мы вспомнили сегодня людей, у которых реально нет. Не, у меня тоже был кореш, он зарабатывал, но он теперь тоже бармен, как бы. Единственное, чем... Он занимался прокачкой Вова, вот, выполнением ачивок, добывок маунтов для тех, у кого времени нету, типа, каждый день там заходить. И рубил достаточно неплохо, но в итоге всё-таки барменом больше. И поэтому... Единственное, чем довольно чувак, то, что, типа, цены просели, потому что украинцы пришли на рынок. Вот, кстати, люди гонят... Они готовы делать всё в 10 раз дешевле. Украинцы — это индусы от мирославян, я понимаю, но... А в Америке такими считаются, знаешь, все люди, которые живут в Венесуэле, сейчас занимаются прокачкой аккаунтов RuneScape. Они покупают себе самые дешёвые компьютеры, которые только можно найти, чуть ли не на помойках собирают. Заказывают у Мэдди Мурка, блядь, издалёка. Или получить какой-то уёбищный компьютер. А он на Газели их привозит? Не, ну... Он наебал всех своих Газели. Гадкий человек. Я бы, кстати, вот на его месте... Ты так часто упоминаешь эту Газель, я бы на его месте купил Газель. Просто не так дорого она стоит, мне кажется, ну... Она довольно дорого стоит. Если бы ты меня доёбывал какой-то хуйнёй, типа, Юра, ты вот не выпустил то-то, то-то, я думаю, после третьего раза я бы выпустил всё-таки. А чей Рейндж Ровер, Юра? А? Чей Рейндж Ровер? Ну, теперь понятия не имею, был мой. Был мой. А что, ты пробовал? А продал человека, у которого я захотел его купить. Да-да-да, вот это бывает у тебя, когда... Либо в армию сходил, у меня так кореш стал унылым. Был самый весёлый человек на свете, блядь, всё время всякую хуйню выдумывал. Пришёл из армии, всё, типа, блядь. Я тебе работаю, я вот родителям помогаю, типа, блядь. Бля, может в армию сходить? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это лучшая реклама армии. В армии ты... Мы обсирали армию, говорили, а оказалось, что там действительно делают нормальными людьми. В армии ты из тебя человека, пост-иронию твою ебаную табуреткой-то выбьют из башки, блядь, быстро, нахуй. Ну, у меня уже нет возможности, к сожалению, я уже перерос призывной возраст. А если я приду в 33 года в военкомат, скажу, хочу служить, отправь меня куда-нибудь поскорее в части. Нет, ты попадёшься, скорее всего, у тебя хейтеров нет, поэтому те фанаты будут там, блядь, это... Какие, блядь, фанаты? Кальян носить. В армии сейчас служат чуваки, какого, 93-го года рождения, блядь? Я, я имел в виду фанатов среди офицерского состава. А, понял. Ну тогда, да, тогда следует пойти. Хотя прапорщик уже фанат, скорее всего. Он такой, будь сидеть в коптёрке с тобой, нашу Машу и волшебный орех обсуждать. Типа, прикольный был обзор, Илюх, давай посмотрим. И ты такой, мы уже, блядь, смотрели его 10 раз. Он такой, не, если ты не хочешь, конечно, и ты такой, да ладно, давай посмотрим. Он тебе прям задаёт тупые вопросы, типа, знаешь, как ты это придумал-то шутку такую, крутую? Вот это были бы твои, твой год службы, блядь, примерно. Блядь, хочу в армию теперь. Пацаны, возьмите меня кто-нибудь из вот этих прапоров, которые будут меня развлекать и... Отлично, последний. Не, все там окажемся. У тебя же не гэ негодность, я уверен, по военнику, типа... Не, я вообще какой-то там, блядь, я даже звание-то свое не помню. Не, я военное время годен, к большому сожалению. Всё-таки алкашей... Я запас. Алкашей во время войны будут вербовать. Тут нет проблем с этим. Я запасной, у меня даже какое-то звание там есть по какой-то причине. Не, я тоже рядовой запасы, но звания у меня нет, я не служил, очевидно. Но, типа, фишка в том, что во время войны негодны только всякие вообще. У кого там гэ, это астматики всякие такие, блядь. Мы с тобой пойдём, если вдруг война... Но я надеюсь, что войны не будет. Я тоже, блядь, пиздец, как надеюсь. Я-то вообще, как это... Курт Венегуд, блядь. Я против, йоу, йоу, нам не нужна очередная бойня. Тут пишут... Недавно откопали труп Андрея Нефёдова из склепа Нижнего Интернета, а он на волне хайпа за 150 лайков в ТикТоке головой... По голове бутылкой бил 150 раз. Я... Пластиковую бутылку. Пластиковую, я думаю, да. Ну, как говорится... Мы вообще всецело за Андрея Нефёдова. Конечно. Наш, так сказать, динозавр... Бро. Бро. Да. Мы бы с ним на день города сходили. И бутылкой. Если 300 лайков, я лично готов его бутылкой. Я не готов. Я... Ну ладно, я пошутил. Ну а что? Вот представьте, да. Я уже тоже готов, если что, за разные донаты. Что уже нет ни денег, ни популярности. Яйца бить об голову, как Гобзару и Людмила. Яйца бить об голову, да. Причем яйца других мужиков. На все готов. Это такое дело, знаете, тоже. Я все хочу организовать когда-нибудь лет через пять рехаб для потерявших популярность. Ты эту идею уже пять лет и толкаешь. Да, но ее еще пока... Я просто еще пока сам не пришел к тому, как это лечить. То есть... Ну то есть у вас канал 8 миллионов подписчиков, но ваш летсплей теперь собирает 15 тысяч просмотров и никто не покупает рекламу. Тогда приезжайте к нам, мы вас реабилитируем. Просмотров не будет, но хотя бы феназепамом у вас так горленько, блядь. Клофелином, ёпта. Вы не опуститесь до того, что будете бить себя бутылкой в тиктоке, блядь. Хоть как-то будете сводить концы с концами, потому что мы научим вас настраивать стрим для чатру бета, где вы будете эту бутылку использовать в другом формате. Так, ну все, это уже куда-то... Следующий донат. Это как бы объединит две моих идеи, то есть Rehub и Webcam Studio, помнишь? Потом у тебя в итоге все идеи объединятся в одну большую идею, блядь, как у Power Rangers, блядь, в Megazord, нахуй. Бля, это было бы охуе... Это был бы идеальный мир Мэдисона, просто знаешь, где всегда лето, всегда... Мир Мэдисона звучит как говенное шоу по Disney+, блядь, знаешь. Ну, бля, оно было бы охуенно. Прикинь, прикинь, мое больное воображение и вот... Как Ванда Вижн, только ты, Ванда, типа, и у тебя в голове рождается мир, где жидкий терминатор, Митина, блядь, и все... Блядь, да, да, и все это можно было бы вещать в прямом эфире и продавать подписку за 350 рублей. Ну, да, да, да. Это такое только на Netflix продавать, блядь. Хороший способ, если хандришь, просто пить и смотреть вообще все. Вот открываешь тренды Ютуба или там новые фильмы на трекерах незаконных, запрещенных Роскомнадзоров, которые... Я люблю пить пиво и открывать для себя что-то новое. Например, ну, то, чем я раньше не интересовался. К примеру, я включаю... Горлышко в анусе. Я включаю просто Ютуб и ввожу что-нибудь типа... Тройные прыжки в длину среди женщин. Пью пиво и смотрю, как они прыгают в длину. Работает, кстати, да, это отличный способ проживать свою жизнь. Вдумайтесь, альтернатива этому... Работать, воспитывать детей, блядь, и куколдиться перед женой. И вы можете просто сидеть, вот, вбивать какую-то хуйню на Ютубе и пить пиво и смотреть. Да, чемпионат Украины по городкам. Почему бы не посмотреть? Я вот таким образом смотрел недавно... Мне таксист рассказал, короче... В Киргизии, по-моему, есть вид спорта, где надо мертвого барана закинуть в огромный бетонный казан. И все это делается на конях. И можно бить друг друга. Я все еще надеюсь, что мы когда-нибудь с тобой устроим Кирк Пинар. Помнишь, я тебе скидывал? Нет. Турецкая борьба, где для победы нужно схватить за яйца и засунуть палец в анос противнику. Ха-ха! Турки на выдумки. Да-да-да! Причем, типа... Вот почему наши женщины так любят ездить в Турцию на Кирк Пинар, блядь. Ну, когда-нибудь я считаю, что было бы самое смешное провести среди блогеров турнир по Кирк Пинару. Это прям, ну... По-настоящему жестко. Не то, что какой-то ММА, бокс там, или это... Вот Кирк Пинар, блядь, это я понимаю, блядь. Обязательно рукой одной сдавливать яйца, и другой запихивать палец в анос для победы. Вот это, блядь. Я бы убрал правила яиц, а палец заменил на член и устроил бы чемпионат. Так без яиц не будет больно, будет только приятно. Ну да, но с другой стороны зато... Это будет очень странный Кирк Пинар! Ну, блядь, будет просто Кирк, блядь, или просто Пинар. Ну, это же надо. Вы представляете, есть видео, вы можете писать, турки вот таким занимаются. Это прям... А вы потом думаете, почему моя жена в Турцию уехала и изменяет меня? Да вот, потому люди открытые ко всему новому. Кирк Пинар. Так что смотрите, если ваш сын темноволосый, любит Кирк Пинара, а ваша жена... В Стамбуле, то... У меня есть подозрения, что... Но я все-таки надеюсь, что мы когда-нибудь поборемся с тобой. Обязательно, обязательно.